Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Тема чрезвычайно интересная. Послушав своих коллег из других музеев, я решила чуть-чуть перестроить презентацию. В Санкт-Петербурге, как вы знаете, город музеев. Я вижу, тут мало петербуржцев, но, может быть, ошибаемся. И я представляю музей, который, к сожалению, знает чрезвычайно малое количество людей, живущих в Петербурге. Название красивое и громкое – Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства. Этот музей включает в себя пять потрясающих, интересных музеев. Давайте я воспользуюсь, а вы кому-нибудь еще потом расскажете. У нас есть театральный музей на площади Островского, старейший в этом году, у нас 110 лет. У нас есть Шереметовский дворец-музей на набережной реки Фонтанке с коллекцией музыкальных инструментов, входящих в пятерку лучших коллекций в мире. Там три с половиной тысячи и длинных хранений. У нас есть дом-музей Фёдора Ивановича Шарябина, музей-квартира актеров Саводовых и чудесный музей-квартира Великого Русского композитора, Великого Русского-Корского. И тема игры, но потом мы поймете, что мы вовсе даже и не играем, возникла не случайно, потому что вот три последних музея, которые перечислены, это музей-квартира. И, наверное, мы никого не секрет, что нужно приложить гигантские усилия к тому, чтобы посетитель пришел второй раз в мемориальный музей. Особенность мемориальных музеев, как вы знаете, это постоянство ее экспозиции. И, безусловно, все наши три музея, дома, квартиры, мемориальные, совершенно аутентичные вещами. Музей-квартира Русского-Корского отличается особенно в этом смысле. Предметы все находятся на тех же местах, на которых и стояли в то время, когда Великий Русский композитор писал свои известные теперь по всему миру опера. И благодаря его наследникам, которые описали до деталей, где что стоит, собственно, он там и находится до сих пор. И паркетные половины скребят так же, ну и часто мешают экскурсоводам вести экскурсию. И вот музей-квартира Русского-Корского. Сотрудники музея очень много проводят программ для публики разных возрастов. Очень активно работаем мы с детьми, вплоть до там музыка в ползунках у нас. Мама ходит даже еще беременной своими будущими детьми с удовольствием. То есть программ масса музеев, но одна проблема, которую мы не могли решить долгое время, негде послушать музыку, собственно, композитора. То есть у нас музей молчал. Ну, наверное, парадоксально, да? Музей композиторский, музей, который вроде бы как про музыку, он молчал долгое время. И вот больше трех лет назад молодые сотрудники, научные сотрудники музея активно взялись за эту тему. Первоначальной идеей было найти пространство просто для того, чтобы человек, прослушав увлекательнейшую экскурсию о жизни и плодчестве композитора, мог просто послушать это, посидеть в тишине и послушать музыку. С этого начиналось, а потом идея обросла, ну, вот, игровыми моментами. Мы сейчас посмотрим, на что это вылилось. И на самом деле, по сути, сейчас такая публичная презентация первого этого проекта, потому что только перед ночью в музеях мы делали пресс-показ этого проекта. Начнем, да? А я на самом деле ставлю. Итак, смело можем назвать этот проект новаторским. И автор и куратор этого проекта — это Лидия Ады. Ну, скажу, что сотрудники, которые работают в музее, все окончили коцерваторию в Петербургскую. И посему игры получились у нас совсем не детские. И задачи стоят перед посетителем, который решил поиграть, весьма сложные. Потому что мы предлагаем своим посетителям попробовать себя в роли дирижера, и не просто дирижера, там, хора, ансамбля, целого симфонического оркестра, сделать аранжировку музыкального произведения, попробовать себя в оркестровке, сыграть на световом органе и на практике понять, что же такое этот потрясающий цветной слух композитора. Ну, цель я вот немножко уже прямо более сказала, что основная была первая возможность дать послушать музыку, о том, что нужно на практике попробовать вот этот свой опыт испытать. И основное, что пытаются решить сотрудники, вот сократить эту дистанцию между высоким музыкальным искусством, искусством композитора, симфонической музыки, сократить до, собственно, потребителя. То есть многие люди не готовы воспринять классическую музыку в полном ее объеме. Ну и, конечно, заинтересовать посетителей вот через те самые интерактивные задания. Кстати, вот здесь, на этом слайде, это из проекта, который сделал Михаил Бархин, визуальный, но я вам хочу сказать, что потом вы увидите на презентации для прессы, выглядит ровно так же. То есть сделали, конечно, прекрасно. Ну, про то, что хотелось бы нам обеспечить многократное посещение нашего музея, увеличить посещаемость за счет вот этой интерактивной зоны. Она, по сути, разместилась в одном совершенно небольшом зале, который был такой вводной частью перед экскурсией по мемориальной части экспозиции. Вот именно этот зал не был мемориальным, и главное, что здесь находилось, на что обращают экскурсоводы внимание, это замечательный портрет Николая Андреевича Римского-Корского, кисти сирома. Ну вот, имя композитора как одного из символов культурной столицы, и преображение, вот это очень преобразование пассивного знания в активное. То есть мы постарались заставить человека увлечь, попробовать себя вот в композиторском. Пять минуты, я быстрее. Итак, основа оркестровки. Вот перед вами видно, как этот человек тестирует себя, и наше это сооружение. Хочу сказать сразу, каждый из пяти элементов экспозиции абсолютно по уникальным чертежам сделан специалистами в Санкт-Петербурге. Вот от начала до конца сделано прописано все программное обеспечение на основе технического задания, которое сделали наши музыковеды в общинной сотруднике, и так и, собственно, материалы, из которых это все изготовлено. Вот эти... Как назвать так? Жубусы, что ли, квадратные стойки, каждая из них, прикасаясь к ней, то есть там изображены инструменты музыкальные, вы одеваете наушники, которых надо все... Каждый из пяти фрагментов экспозиции для индивидуального погружения, да? Вы одеваете наушники и слышите произведение, фрагменты с произведения Римского-Корсакова. И вот те инструменты, которые там обозначены, они подсвечиваются, все они звучат в данном конкретном произведении. Сначала вы можете послушать тембр каждого звучания отдельно, да, отдельно партию. Потом в оркестровой фактуре услышать все инструменты. А потом можно для того, чтобы понять, какую роль этот инструмент играет в это произведение, исключать тот или иной инструмент и убедиться о роли и значении инструмента, что теряет или приобретает, на ваш взгляд, произведение вот в отсутствии этого инструмента. И таким образом можно сделать буквально из оркестрового звучания трио. Можете себе представить, какая работа предварительно была проделана. То есть прописано все, каждая партия. Ну, работа длилась долгое время. Люди не хотят отсюда отходить, это весьма увлекательно. Но, опять же, проверить свой слух очень интересно. Основа ранжировки. Ну, вот это, наверное, самая сложная задача, поэтому я думаю, теперь посетители будут возвращаться и возвращаться. Потому что то, о чем говорил Владимир, ну, человек любит же побеждать, да? Вот, здесь прямо нужно постараться. Ну, и потом интересно, вот этот момент игры. Внизу вот этого, назовем, устройства, да? Находятся четыре валика. Такие из латуни. Что-то напоминает, как в корабле, например. Вы эти валики крупные такие вращаете. Первый валик – это главная мелодическая линия обеспечивается. Вторая – побочная линия. Третье – гармоническое сопровождение. И басовая компания нет. То есть вы можете… То есть произведение звучит у вас наушниках Римского-Корсакова. Далее, уменьшая, увеличивая басовый аккомпанемент или одну мелодию можно вывести. А потом сверху вот такие рычажки, которыми вы добавляете эффекты. Сейчас это мне надо посмотреть, если интересно. Там реверберация. Маша, что еще? Вот, здесь сотрудница из Римского есть. Вот, мы еще, да, сами. Да, еще что-то. Да, хватит реверберации. Хватит. Ну, на самом деле, сложно. Иду дальше, потому что осталось несколько минут. Но вот основой дирижирования, кажется, проще и понятнее быть не может. Ну, вот здесь на пресс-показе согласилась одна из посетительниц, попробую от себя. Значит, здесь можно… То есть, суть игры. Ну, или не игры. Ну, это не игра на самом деле. Перед вами дирижер на вашем мониторе, который рассказывает, в чем кратко абсолютно. Так вы проходите тренинг буквально минуты-полторы, где вам рассказывают, в чем, собственно, задача дирижера, как, какие такты, доли можно дирижировать. Потом перед вами появляется оркестр, но оркестр такой рисованный, то есть практически полный состав симфонического оркестра. То есть на стульчиках сидят музыкальные инструменты, и вы получаете, берете вылку-палочку. То есть это все можно делать самостоятельно абсолютно, которая реагирует, она очень чувствительная. У вас в наушниках музыка, и вы… Там урок один, урок два, урок три. И потом, будьте добры, полет шмеля продирижируйте, да? Оркестр полностью подчинен вам. То есть звучание абсолютно зависимо от того, что вы делаете. Ускоряется, замедляется, затихает, крещендо, деминоиды, все это вы можете попробовать. И я вам хочу сказать, опыт потрясающий. Во-первых, это человек, стоящий за дирижерским пультом, а понимает, какая это тяжелая работа, проиграть оркестром, следить за каждым инструментом. Но и игра, и в то же время, вот как Владимир говорил, я абсолютно согласна с предыдущими, как я говорю, выступающими, что, да, мы в музее продолжаем обучать и научить, то есть расширяем кругозор человека в тех возможностях, которые есть вокруг нас, и которыми мы, например, даже в каких-то даже глубоких уже лет понятия не имели, и открывали для себя вот такие тайны. Цветной слух, я быстро. Вот сам композитор называл свою способность звукосозерцанием. Дело в том, что, я не знаю, кого-то еще из композиторов, кто писал свою музыку не за инструментом, не за роялем. Он все это за рабочим столом, который стоит по-прежнему на том же месте, писал музыку. Но он за каждой тональностью видел, вот здесь приведены примеры, цвета. Там вот Ре Мажор желтоватый, солнечный, дневной, а Ле Мажор у него розовый, весенний, цвет молодости. И вот так 12 тональностей. Мы постарались в двух частях из пяти два элемента нашей экспозиции показать, как это выглядит, вот эти цветные тональности. Вот здесь калейдоскопы, которые тоже такие интересные, латунь, кожа, дерево, их приятно держать в руках. Может быть, кто-то помнит детство? Я, например, обожала и до сих пор. Посмотрите, как стеклышки там переливаются. Вот здесь мы надеваем наушники и слушаем музыку. Именно вот та цветовая гамма, которая сейчас у нас звучит, мы постарались подбором цветов отобразить, то, как он ее видел. И вот там раз, два, три, пять, по-моему, пять калейдоскопов, которые визуализируют вот эту способность нашего героя, Николая Андреевича Носкопорского. Ну и дальше, дальше световой орган. Здесь еще, конечно, честно вам скажу, дорабатывать и дорабатывать. Мы поставили какую-то чрезвычайно сложную задачу нашим партнерам. Европейские музеи технологии мужественно ее решают уже больше года. Ну, на самом деле, сложная. И задача та, что вот эти трубы органа должны окрашиваться вот эти нечистые цвета, понимаете, да, вот сделать как это римские видео. Но вот пока получилось немного, скажу, упрощенного, но мы будем работать дальше. Но сам факт, что ты нажимаешь аккорд, и он, ну, цветомузыкальный. Ну, это вот на пресс-показе, как все происходило. Мы дирижировали. Что я хотела сказать, что, да, человек, играющий в музей, тема замечательная, но мы за то, чтобы он был думающим, чтобы он развивался, играя в нас. Конечно, возвращался и возвращался вновь. Ну, и поэтому, а хочу сказать, что чрезвычайно интересно взрослым, чрезвычайно интересно, поэтому выйдите в Петербург и приходите на заголовный проспект 28, музей-квартир Русского-Уборского, ну, и вас и другие, ваш музей. Спасибо.